Так далее, пока что у нас очень легко промутился игрок атаки спокойненько в окно, дом тоже потихонечку сейчас должны проходить, как они это страдают, Навк страдает, но Навк забирает голову Лаки в отместку за потерянные хитпоинты Стико, 2% здоровья отсюда он не уходит, так же как они это тоже уничтожили, Сэнс не смог какого-то сопротивления оказать, и вот тебе 2 в 4. Ну, тут и примерно понятно, что не так у команды Апекс на карте Мираж, но, да, это, конечно, все шутки, это только начало, и, конечно же, очень уверенный доход под базу будет, корректива Аврора, зашли, пачку поставили, дело за малым, все это взять и удержать, скорее всего, ИДЖКН тоже тут погибает, но, с другой стороны, заставить Керва Армора и Береты было бы тоже неплохо, тут еще какой-нибудь фраг оформить, тоже лишний не будет, забирает Резалта, можно тут еще и Норви поцепить, и получается, залепил неплохой такой головошаг. Нафк может подрезать как раз-таки Дека, которого он и слышит, но и терять Армор с Юспом, наверное, точно тут не хотелось. 1-0 в пользу команды Аврора, ДжКМ не справляется с Кенси, то что? На точку А, Лаки на пару с Дека, Дека погибает, Лаки идет дальше в агрессию, 6хп без шансов справляется с Сэнсом, ДжКМ на размене, Лаки не справляется с ДжКМ, это даблкил, вот. Игрокоманда Апикс участвует еще и нафиг, Кенси в гордом одиночестве, 1 в 4 забирают ДжКМ. Надо дарить Калашников, больше вариантов в этом раунде у Кенси не остается, надо его дарить, вопрос, все-таки дарить или продавать, наверное, да, потому что если вдруг убьют без какого-то килла до этого от него, то он подарочный, если фраг будет, то вот, знаете, за небольшой обмен. Но раунд потащить крайне тяжело, тем более стик, вон он крадется, он он, он он, видите, вот, и 22хп, как бы 4 на 0 стата сейчас немножко подпортится, пачка потеряна, делать как бы и нечего, все, килл есть, калаш забрать, калаш запрыгнуть. Не забрали. Забрали. Обидно, ну, не подарил, значит, получается, все нормально. Остался при своем. Ну, я думаю, это, знаешь, ну, такое, ну, не заставили, не заставили. Центр под таким, знаешь, вот одним глазком поглядывают, конечно. Опа, кстати, Джей Кэм. Ну, неплохо сейчас может постреляться. Агрессирует прям, слушай, под лошадку. О, до свидания, все. Не надо было агрессировать, как говорится. Ладно, это все лишь потеря одного игрока, но Джей Кэм очень много вэлью внес в прошлом раунде. И в отсутствие в этом, чрезвычайно важно, потому что у Авроры заканчиваются деньги в следующем. И в отсутствие в этом моменте может зарешать. Дымы развеиваются, здесь еще Кенси находит Навка. А вот это, кстати, очень-очень неприятно, плюс еще и понимать, где находится Сенс сейчас именно на дефолте. Также догадывается Апекс о том, что есть игрок в джангле. Ну, и там поджим от Стика, Б-базы. Это, я думаю, тоже должны сейчас себе... Немного даже догадываться. Игры команды Аврора Гейминг, но как они-то. Минус раз, минус два. Легчайший фраг от Стика по декоп. Гибает снайпер команда Аврора Гейминг. И раунд просто сыпется, как карточный домик от коллектива Аврора. Хотя, на секундочку, ситуация была 5 в 3, как они-то минус еще и по Кенси. Стальной опорник базы B отрабатывает на все длительные процессы. Чувствую с одной М-кой засейвленной на исходе раунда. И, конечно, шансов не слишком много, но, тем не менее, это потенциальный третий. И Апексы молодцы за защиту чувствуют хорошо себя. Да, пока что неплохо. Вроде бы и собрались. Вроде бы и нашли тот самый, знаешь, ключик к победе на карте. Мираж против коллектива Аврора Гейминг. Ну, да, сейчас, прямо сейчас пятый раунд. Такой больше, легчайший проходной для команды Апекс. Контакт на центре карты. Перестрелка просто. Все стреляют направо и налево. Пули летят. И, тем самым, в серии размена ситуация в большинстве для команды Апекс. Потеряли только одного, как они это, но тот сумел оформить даблкил. Играя максимально агрессивно через шорт. Ну, лаки, Кенси и деков втроем. Попытаюсь как-то еще удивить четверку игроков команды Апекс. И вот в какой раз поджимает стик от центра, точнее базу B. Ну, сколько, сколько раз можно? Сейчас спины его могут убить. Там выходит, бежит на ноги игрок. Вот он дает. Кенси. И у него это не получилось. Стико оказался для него большим сюрпризом. Еще Джей Кэмэ, если не доберу, то вообще обидно будет. Вот убить Джей Кэмэ 3 килла нормально, но резал-то денег нет. Он сейвился с Эмкой. И в итоге это все привело лишь к одному киллу в раунде по Кокониту. И то там он с пистолетами сражался на центре. Эть, эть. Не, не получается. Что ж, очень такой печальненький раунд. Аван Маркет. Место, где ты можешь продать скины легко, надежно и быстро. Предметы из КС, Дота 2, Тим Фортресс 2 и Раст по самым выгодным ценам. Сервис имеет более 300 тысяч пользователей. Свыше миллиона проданных скинов и средняя оценка 4,9 на Траст Пайлот. Продавай скины быстро и получай деньги удобным тебе способом за считанные минуты. Аван Маркет. Продай скины в пару кликов. Вводи промокод из описания и получи до 5 долларов к первой сделке. Инферно. Но прямо сейчас на карте Вираж. Канита. Стика в очередной раз пытается кошмарить базу Б. У него очень даже неплохо получается. 14% здоровья оставляет Норви. У которого игра пока что никак не складывается. И в очередной раз даже, знаешь, не воюю я за центр карты. Команда Апекс его сейчас отжимает. ЖКМ минус по лаке. Еще и Кенси можно доработать. Но Кенси отвечает шикарным разменом. Стика Коконита. Как же сейчас шикарно складывается событие. Вроде бы в пользу команды Аврора Гейминг. Но по итогу ситуация 3 в 3. Битый Норви. Битый Дека. И единственный Кенси Флова, который и должен, наверное, сейчас и становиться тем самым заветным ключиком в победе команды Аврора Гейминг. Какие же краснющие игроки-то у Авроры. Это грустные новости. Еще и гранат практически нет. Весь Зетар в руках у Дека. Две флешки, молик. Дым бы какой-нибудь. Но ладно, здесь опять поджим. Сенс, скорее всего, выиграет. Ну, краснющий игрок там. Попадание куда угодно. До свидания. И это попадание, кстати говоря, в голову все-таки оформляется. Дека вместе с тиметом сейчас отъедет от снайпера. Ну, кстати, там промах, судя по всему, был. Вторая пытка уже отстигла, но она была удачная. И еще одно попадание по голове от Сенса. Второй волной, второй раскидкой будет повторно выходить под базу. А, ну, а как они-то уже на поджиме, забирает Кенси. Пачка падает. Информации крайне много для коллектива с защитой. Как они-то бамс-бамс просто по репам отрабатывает. Все лопается. Трипл килл в раунде, выход на минус пять. Ну, я не знаю, посмотрите, что они делают. Это экономический раунд противника. Ну, потенциальный, там, не знаю, форс. Ну, вот он и есть, в общем-то, да? То есть, мы досмотрим моментик. Есть фраг от Лаки. Красавчик. Боролся до конца, но понятно, что раунд тут не потащили. Одна шальная в голову с кальта, и... Можно быть максимально раздосадованным. Мы видим, что... У-у-у, хорошо, Лаки, красавчик. Опять, кстати, красавчик, только здесь не до конца гейминг, когда ДТ-1 тебя зажимают, а просто уверенная дулька на центре. Мы видим, что Аврора сделали выводы, сыграли по всей карте на ожидание поджимов. В итоге просто нашли себе дуэли чуть погодя, и вот тебе раз на те здрасте. Как они-то остаются последним. Раунд ему не взять. Более того, даже фрага не сделать. Вот так вот. Ребята летят, 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 а потом пять в ноль. До свидания. Я вижу, ну, смотрю по карте, да. Пацаны, это все. Понятно на джангли. Не забываем то, что еще эссенс находится у нас в дефолте точке А. Ну и такая вот прям максимально ключевая позиция. А он не замечает Норвии, но погибает Лаки. Погибает. До свидания, еще и результат. Да, просто стирает. Оп, еще один. Норвии, до свидания. Как они и то, здесь немножко не угадывают, но какая разница. Вот отметил ты, Гриша, возможно, это был раунд случайности. И сразу же ответка с одним лишь фрагом со стороны Аврора Гейминг. Ну что это такое? Что за карта вообще? Что за удивление? В основном, конечно... Кино защиты команды Апекс очень даже неплохая. Вот защиты, точнее, атаки от Авроры мы вообще не видим. Ну вот, минус раз от Сика. Минус два тоже возможно. Да он даже в огне не горит, в воде не тонет. Это еще и пули его вообще не берут, я не знаю, какой-то демон. Сейчас нахожу выживать. Еще один Молотов ему вообще ни почем. Ну и через шорт попытается сейчас выйти Норвии, но уходит прямиком. В следующий раунд вырубает его. Легчайшим образом, как они-то уже даблкил от опорника базы, команды Апекс. Ну и всю движуху в джангли слышит сейчас ДжКМ и понимает, что там был поджим и Стика все-таки погибает. Но Сенс и ДжКМ моментально отвечает. И это раунд в пользу команды опорников. И возможно через шорт сейчас получится сделать у Кенси на ДжКМ. Сенс все включаются. Стику! Ооо, ну решил немного промарафонить, ошибся. Тем не менее, большинство все так же удерживаются командой. Апекс открытие в Дорвии не самое прекрасное и приятное. Просто на блюдечке выходит под прицел ДжКМ. И Кенси последний прицель, команда Броро Гейминг. Ох, ломает ноги. Тати забайтил Ленах сейчас его оппонента. И ухом открывается просто Кенси. Куда? А ведь он видел сенсор. Слабая сторона, они все-таки часто показывают что-то хорошее. Здесь что-то прям вообще тяжело. Уф, как больно лаги. И потому что этот ДжКМ должен был пострадать по большей степени. Но страдает навк. Перестреляли снайпера со скаутом. Ну шо ж такое-то? Обидно. И еще и продолжение. Деку говорит, ну все, разозлили зверя. Зря вы так долго нас побеждали. Ребята, вам гг. Ну так, знаешь, чтобы обиднее было возможно. Возможно и Стика сейчас говорит, здорово, Кенси. Отрабатывает затылок. Ситуация 3 в 3. И похо по все так же. Проблема у команды Броро Гейминг максимально колоссальная. Лаки 27% здоровья Дека на 20 со скаутом. Но два фрага уже оформил. Так что я думаю, ну импакт с его позицией и девайса уже на процентов 100 выполнен. Если сейчас еще и Сенс зачитает как-нибудь прострельчика. Ну надо прострелить, да. А тень, он увидел тень. Он вроде бы увидел тень. Но да, открывается сейчас с позицией Сенс. Замечает Лаки. Лаки его не прощает. И ситуация 3 в 2. Шикарный почти для команды Аврор Гейминг. Но погибает Лаки. Прострел у ДжКМа на месте. А там еще можно поработать. И еще какой-нибудь фраг оформит. Но Дека забирает ДжКМа. А там спина от Стика. А читает ли его позицию сейчас Аврор Гейминг 2 в 1? Ну, судя по всему, да. Туда посматривают. Но Дека машина. 3 кила от него. Именно 2 самых важных первых он оформил. Бам! И еще один. 3 кила со скаута. Прикинь. Я сейчас, знаешь, грустно стало. И говорит, на Новый год, говорит. И не трогать. Я не знаю, это для гостей. Ну, как там еще. Ну, окей, смотрим. Лаки, контакт в Андре. Замечает Клечо Коконита. В агрессии начинает его давить. Есть же фраг. Есть начало, которое очень неплохо складывается для команды Аврора Гейминг. Есть большинство. План от команды Апекс за сторону атаки. Пока что тушился. Ребята моментально ротируются под точку, где находится, как раз таки, только один Навк. А там пошел поджим от Кейнси, который сейчас просто все это дело услышит. Ну, бежит стадо, но просто все сейчас понимает. И тут еще и стика можно вырубить по приколу. Забираем своего оппонента. 3 в 5 ситуация. Сенс минус по деку. Но Лаки в дефолте вряд ли тут прочитают. Виктор, минус раз. Минус по бомбке. Но не получается. Сенс его врубает. А там и Навк на прикрытии. Тиммейт открыть и отрезал. В ухо получает от Кейнси. Пачку поставить не получится. Получилось. Кейнси. Минус по сенсу. Это пятый раунд для команды Аврора Гейминг. Ну, что Атокси теряли на старте своего игрока. Потом спокойно закрывали раунд. Дважды, как минимум, я так и помню, случалось. Чем Аврора хуже? Резалт рискует первым начать здесь приемочку точки Б. Но к ним еще шорты скоро придут. Ой, как же ему тяжело будет. Скичено будет прикрытие. Поможет, если что, лаки. Но миссия очень тяжелая. Да, лаки уже вырубили. Ну и Резалт только одним фрагом здесь отмечается. Что будем делать с теми двумя девайсами? Не факт, кстати, что их получится еще сохранить. Потому что там близко к Аканиту. Но пачка уже точно устанавливается. И уже точно Аврора Гейминг не хотят идти это выбивать. Ну и смысла особо, я думаю, тут нету. Именно Кэнси точно. Да, Дека бы МПшечку сменить на какой-нибудь девайс поприятнее. Но, как ты и сказал, Канита находится очень и очень близко. Добрый вечер, Кэнси. Погибает. Один из игроков команды Аврора Гейминг. Ну и Дека вырубает также легко и изящно. Именно Авг, ребята. Давайте мы лишь одну зажигалочку. Жига-жига-жига-жига-жига-зажигалка. Есть такой трек. Хороший. Вот одно исполнитель. Да ты не знаешь его. Он что-то обманывает. Да знаю я. Ясно. Но такое правда есть, если хотите, там, соберу иллюзион. Да, конечно. Кто выиграет, скажи. Ладно, окей, все. Хватит шутки шутить. Сэнс отъезжает выстрелом в голову Савика. Лаки немножечко здесь запер. Говорит, ребят, помогите. Вот так в глазах просто читается. Джек М, кстати, забирает его. Ну, помощь не пришла, друзья. Есть все равно девайсы. Есть возможность в раунде себя показать, как они-то вычеркивают. Пачку сейчас будут устанавливаться. С Сити добегает как раз резалт, но безрезультатно пытается отменить ту самую установку. Все-таки С4 начнет свой отсчет. А только сейчас стягивается Аврора Гейминг по разным направлениям. Одно из которых это спав на таку. Да, тут, наверное, самая ключевая позиция. Это, конечно же, позиция Кенси. Находится в коврах. Но есть ЖКМ на центре карты, которая легко и изящно вырубает дека. Вырубает еще и Норви. И по итогу последний пристрель. Команда Аврора Гейминг Кенси без щипцов, с калашом на руках. С минимальной информацией по позициям. Врубай стико, но уйди. То есть с 11 в 6 будет тяжеловато подзалить. Аврора должны прям сильно постараться. Пробегает Норви по огню. Да, в поломя. Прямо в следующий раунд. Просто Один, держи меня. Я ничего не боюсь. И пробегает 18. Агентство там забирает стику попутно. Ну, в целом, точка Б за секьюрин. Ой-ой-ой. Просто, ну, со всех сторон сейчас затыкали. Канитус сумел забрать Лаки. Но это плюс девайс для команды Аврора Гейминг. И это нужно уносить срочным образом. Погибает дека Резалту и Кенси. Повторюсь еще раз. Погибать явно нельзя. Ни в коем случае. Но эти ребята вроде бы и на сейф особо не торопятся. Погибает Кенси. Резалт на размене. А стоило ли оно того? Непонятно. Хотя экономика команды Апекс не прям такая, что бывало. Да, там есть сбережение GKM. Плюс еще и сейчас немного насыпет. Так что и как они-то закупятся. Там, если что, и стика надо будет оформить. Дроп девайса 11.6. Аврора Гейминг пытается сражаться. Пытается биться до последнего конца. Но разрыв все больше и больше с каждым раундом. Что очень печально. Да самое главное в раунде же произошло. Ментальная атака. Ну, потому что Норвей просто без страха. Полетели хаешки, полетели смоги. Все летит, все полыхает. Шикарно залетает хаешка под ноги стика. Но GKM вырубает Норвей. Деко, Кенси. Все включаются. 3-4 ситуация. Выход на точку. Потихонечку затушился командой Апекс. Ну и все. Такая вот драматическая пауза. В которой стика находит голову Лаким. Ну и счет как будто стоит перегруппироваться сейчас в команде. Аброра Гейминг. Гранаты присутствуют. Щипцы отсутствуют. Но тем не менее, смоли хаешков смог для резалта. И Апексы просто, ну, просто ждем. Вместо щипцов собственные руки. В которых находятся девайсы, которыми они смогут обыграть противника. Деко 10 хп. Печально, но он тоже продамажил противника как следует. Там и юспика действительно может хватить. Но нельзя такое заливать, конечно, Аброра. Надо это уже выигрывать. В следующем уже, если что... Ох, ё-ёй-ёй, Навк. Хорош на развороте. 18 хп. И не долетит. Да-да, далековаться слишком. Там находится для него противника. Он с пеканчиком кидал близкую. Да и, в принципе, в такой простой перестрелке тоже не справляется с деком. Ну, пока что я с тобой соглашусь. Еще непонятно, кто же все-таки по итогу выиграет в данном раунде. Есть все шансы у команды Аброра Гейминг потащить и зацепиться. Самое главное действовать. Командно, тимплейно, всем вместе. И, кстати, есть такая небольшая ставка от команды Апекс. Точнее, от команды Аброра. То, что будет выход под базу Березал. Забирает Стика. На поджиме базы Б. 4 в 4. Восстанавливается ситуация. Позже Василий. Норви очень ключевая перестрелка. И он ее выигрывает. Минус по GKM. Тем самым войску команду в численный перевес. Не самый приятный молотов. Залетает под ноги тиммейта. В шарте. Но, тем не менее, выживает. Пока что Норви... А читает ли Коконита? Пока что... Непонятно. Там и Сенс уже гуляет под точкой А как у себя дома. А как такое допустила команда Аброра Гейминг? Непонятно. Сенс вырубает Кенси. Идет дальше. Один-подин против Дека. Перестрелки. Здорово. Говорит. 5 хп. Смомпоненту зажимает. Минус по Деку. Ну и что? И это как-то прям сыпется как карточный домик весь раунд для команды Аброра Гейминг. Самое смешное, что пачка под это все дело просто на цыпочках. Я на бой, ребята. Представляете? Вот приходит там Сенс. Соло убивает двоих. А пачка на Б устанавливается. И Аброра такие... Да какого вообще происходит в этом раунде? Норви хорош. Уже тоже второй килл для него в рамках этого раунда. Да и кого Сенс убивает? Две чистые перестрелки. Без потери даже грамульки. Здоровье. Ситуация 2 на 2. Диффуза есть. Есть дым, есть даже 2. Все окей. Можно играть. Но нужно поторопиться. Два игрока по сути с одной позиции находятся у Апексов. Еще и пекаются не одновременно. Убить там хотя бы одного из них уже будет приятнее. Два дыма, чтобы гуще было. Как ты говорил, размен неплохой. Норви там все-таки Навка убивает. И вот он важный момент. Диффуза, конечно, есть. Но уже времени не имеется. По киллам все очень здорово. Норви начинал раунд, по-моему, с двумя. И, кстати, на самом деле медленный розыгрыш. Что идет на руку Манди Аврора. Потому что нечем сдерживать противника. И чем медленнее, чем меньше времени остается в итоге на разыгровку, тем лучше, понятное дело, для защитника будет. Но Норви потеряли. Теперь остается только верить в остальных пацанов. Тяжелая ситуация. Джей Кэм выходит. Оказывается, сюрпризом для Кэнси. Не успевая, тот на него зареагирует. Резалт, дружище, с деглом. Ну, один килл уже будет здорово. А там Деку может постреляться хорошо. Да, справляется с Джей Кэмом. Видел еще одного игрока. Но тут в бочину выезжает Навк. Правда, Резалт. Резалт делает два. Голова шота. Пачка потеряна. Но игроки защиты расплечены. Лаки палит свою позицию. Но дамаги надавал в спину Коконита очень много. Ну, для Резалта шикарный плацдарм, чтобы доработать. Дорабатывает Поконита. Не слышит передвижения Стика. И Мартин Стик может сейчас стать легким удивлением для Резалта. 8 секунд времени. Пачка далеко. И Лаки тащит клатч. Один в один. Это восьмой рам для команды Аврора Гейминг. Стика не успел. 12-8. Есть все еще. Знаешь, лучик надежды для команды Аврора Гейминг. Ну, как сейчас раскрутился Резалт просто с дилетов из 9 сыгранных карт. Так что сейчас, ну, ребята, в шаге от того, чтобы сотворить небольшую историю, во-первых, для себя. Во-вторых, очень приятно удивить команду Аврора Гейминг. Кенси удивляет Коконита на центре карты. Минус еще один носитель автоматоклассников. Навк. Филигранным хэдшотом отвечает. Ситуация 3 в 4. В 40 минут времени Резалт забирает Джек Аэм. Погибает еще и Эссенс. Последний Навк. Еще один хэдшот на центре. Но уже по деку. Ну, один в три с деглом. Тут самое главное, знаешь, Авроре, Норвее, Лаки. Просто девайс для себя приятный найти. Да нет, ну, главное втроем по одному пикнуться. Тогда окей. Но они хотят Аврору этого делать. Пикают все-таки вместе. И, наконец-то, выигрывают этот момент. Потому что, ну, Нав, батя. Я грызли, конечно, Апекс. На выход уже. Два дыма, один молек. А, да, да. Три дыма, один молек. Опять же, там побольше чай... Опа! Танцы начинаются. Танцы продолжаются. Ребята. А это уже, между прочим, минус два минуса. Это, как бы и есть намеки на раунд для Аврора Гейминг. А дальше денег-то нет в Апексе. Пачку, если не дадут установить, то вообще будет суперздорово. Тот самый Норви делает важный минус. Ситуация 3 в 5. Это еще можно было играть в Апексе. ... для того, чтобы сфокусировать все внимание под данной точкой от команды Аброра Гейминг. И, кстати, перетягивается абсолютно еще там никто от критиковой защиты. Нет, пошла перетяжка, погибает лаки. Добро пожаловать по точку, а команда Апекс 4 в 4 летит. Как они-то, GKM 3 хп, как они тоже занимают. То есть, когда она дека тут, как тут, забирают своего оппонента. 3 в 4. 3 хп у GKM, а не забываем. Пачку поставить еще не получается. А тут уже и вся команда Аброра Гейминг. От результата флешку съедает. Открытие. GKM пока что живет, но совсем недолго. Сенс есть минус по резулту. Это 12-12. Мы смотрим овертаймы на первой карте. Битвы Апекс против Аброра Гейминг. Открытых зон для себя использовать атакующим. Захотят, ну опять же, захотят ли в какой-то момент. Но опять же, у вас Абик, у Навка. Вы должны играть помедленнее, аккуратненько. Вам никуда особо-то и не... Вылетит сейчас из шорта, возможно, как Анито. Выйдет контактом. И там уже разберется с Лаки. Да, причем очень просто получается. Результ испытывает некие трудности. У него на джангле есть тиммейт. Если что, прикроет. Но два Авика, это, конечно, такая история. Пока работящая, знаете, работающая. Окей. Как бы два Авика. И как бы все прекрасно, все хорошо отрабатывается вообще. Людейшим образом, на самом деле. Сидели погибает ЖКМ, врывается Норвий. Последний НАВП на 42 секундах до завершения данного раунда. С АВП на руках. Одним в три. Шансов крайне-крайне мало. А вот, ну, три Авика, мне кажется, это перебор. Да не, нормально. Надо брать. Я бы пять взял. Бам-бам. Вот так вот. Биток делаешь на центре. Биток. Так, ну что? У меня вообще ноль прикрытия. Может быть, прибежит Деку через какое-то время. Но если выход будет прямо сейчас, то хотя бы один фраг дать уже будет здорово. А потом прейф, о чем этого парня стирают. Ну, кстати, смок залетает в ковры. Тем самым заставляет действовать сейчас дико. Ну и фраг для Лаки. Укрепляется преимущество по живой силе для команды. Абророгейминг. Резалт находит еще и Коконита. Сенс на пару с навком. Сенс уже откисает последний навк. Ну, прям лютейша, чистейший раун для команды Абророгейминг за сторону защиты. Я не знаю, где ребята были в основное время. Хотя, да, я знаю, ребята оформляли камбэк. В целом, все это у них получилось. Но сейчас будто-либо Апекс просто, знаешь, играют непонятно как с выключенным монитором или что это. Ну, я не понимаю, честно говоря. Но, окей, пока что еще непонятно, чем же закончено. С карта Мираж. Резалт погибает от рук навка, пачку ставят все-таки, не решается сейвить свой драгоценавик. А там уже в спине две игрока защиты, там и на базе B2 игрока защиты, и в целом навк. Ну, вроде, пока что выживает жизни его, да, ничто не угрожает. 14-13, команда Аврора Гейминг все ближе и ближе. Да, ощущение, что Апекс в этом раунде сами не знали, чего они играют. У них два игрока выходили по точку А, в итоге сыграл только один, он погиб. Комбэк произошел, и произошло очень даже перспективно. Смотрите, по-сташку отрезал, это минус по первому. Забирает еще и GGM, астико на размине, стико, минус два. Лаки тут как тут, есть холлпад для тиммейта. Ну и навки, его позиция на Тетрисе, который читает Норвий, шикарный фраг, это десятый. Минус от Норвий, погибает так же, как они, так 15-12. Команда Аврора Гейминг в шаге от победы, камбэк уже оформлен, камбэк просто нереально лютейший. И всего лишь им раунд. Кин за три попытки надо брать, ребята, по акции, сезонная скидка. И, ну, Сенс говорит, нет, ребята, скидочки не дадим. Ну, самое главное, чтобы был размен сейчас в команде Аврора Гейминг, но размена пока что мы не наблюдаем, погибает еще и Резалп. Да, все красные, все полхай, все говорит, и Дека, божьим чудо находит, GGM, Норвий, по Сенсу. Это три в три, а это перспектива на интересное развитие событий в данном раунде. Кенси слышит передвижение, как они это и должны давать информацию от своим тиммейтам. Дека, все, дождаться, когда сыграет именно Кенси. Добро пожаловать под базу Б, команда Аврора Гейминг. Кенси нужно срочно бежать и занимать базу Б, ставить пачку, тащить раунд, забирать 16 в пользу коллектива Аврора. Ну а вот Стика и Навка остаются вдвоем, да, без позиции, да, гранат много. Есть АУК, есть не самый мобильный девайс, а именно АВП на руках у Навка. Щипцы также присутствуют, но такое ощущение, будто это не выбивается. Такое ощущение, что со счета 12-7 АПЕКС не взяли ни одного, правильно получается? Это сколько он получается? Интересно, интересно выходит. Ну, все верно, все верно. Так, раз, подожди. Навк, навк. Найстра, между прочим. Дальше у нас получается такая же история от Стика, возможно, там краснющие все пацаны, Стика надо играть, но не получается. Вот тебе, да, 9 раундов к ряду получается. Интересно. Поздравляю, Аврора Гейминг, парни на нереально морально волевых все-таки справились с АПЕКС. И сейчас, ребята, не забывайте наслаждаться игрой все остальное за винлайн, АПЕКС за атаку, Аврора Гейминг за защиту. И поехали. Пятерочка кулаком, низтовым кулаком, низтовой пятеркой, кто же кункупанда. Вылетают на точку А сейчас игроки АПЕКС, забирают резолта. Лаки, по-моему, попытался немножечко постреляться, но далее отступил, чтобы уже с оставшимися в живых тиммейтами доиграть этот момент. А их решили запушить АПЕКСу, что же вы делаете? Ну, видимо, все делают правильно, раз Навг триплу здесь оформляет, и остается только Кенси со стороны защитников, которые заходят через мейн.а. Честно, казалось бы, это сейчас была колоссальная ошибка команды АПЕКСу, так вот идти и пушить Хлопуну. Окей, по итогу сумели справиться. Кенси два в один, замечает первого, замечает второго, понимание стопроцентное у него есть, где находятся его оппоненты. Времени крайне-крайне мало, нужно пушить, нужно агрессировать, пытаться кого-то забрать. Но как сейчас грамотно отыгрывает и Навг и Коконита. Навг уже очень и очень далеко, и справляется еще и с Кенси. Квадрокилл от Навг, минус четыре, и первый раунд для коллектива АПЕКС. Очень уверенно и честно, скажу еще раз, это было прям максимально сомнительное решение. Всегда может внезапно изменить исход раунда. Но тут такие позиции, такие моментики на Анубисе, что, мне кажется, будет крайне тяжело это исполнить. Лаки с тем самым дробовичком не смог ничего здесь противопоставить. Девушка на несколько позиций раскрутился, да, и в итоге одно из них проспал. А вот и деглы, да, кое резал по одному головошоту, и того ситуация большинства даже за защитой. Плюс калаши для резалта и норвии, так-так-так. На секундочку, плюс еще и по ХП проблем вообще никаких нету. Ну и тем временем команда АПЕКС, да, передистоцировалась по точку Б, абсолютно пустой б-плэнт, пачка точно должна ставиться и должно быть выбивание от команды Аврора Гейминг. Кенси понимает, что есть игрок атаки где-то в очень близкой для него позиции, и он его дожидается, минус по Джека Эмму, это 2 в 4 ситуация. Плюс еще и Голил для игрока защиты. Резалт забирает, ну а в Кассенс последний представитель команды АПЕКС, да, пачка стоит. Да, все вроде бы прекрасно, но 1 в 4 с МАК-10 это, ну, как минимум, звучит уже как что-то нереально. Забирает Резалта, Дека также погибает, но 1 с ХП, ну и 1 в 2 шансов крайне, крайне мало хаишков полетело. До раскрытия погибает все-таки. ОСЭНС это раунд для команды Аврора Гейминг сумели оформить шикарный форсбайк, который как раз-таки принес им плоды. И вот они, сильные стороны для Аврора, а именно защита на карте. Дианубис, которая сейчас, ребят, нам в первую очередь показывают, ну и, конечно же, доказывают. Очень жаль, что мы не пронаблюдали воочию, как это все происходило под Мэйном, а ведь именно там произошло то самое с Кенси, может быть, получится. Ну, наверное, должно получаться. Кстати, происходит каким-то чудом Джек М уносит его оппонента Алсенс. Подрывается еще минус по Кенси. Ну и вроде бы хотели сагрессировать сейчас и Норви, и Кенси, но будто, знаешь, Кенни. Ждали, ждали, непонятно чего, но ворвались бы уже. Какой бы тайминг они прекрасно для себя понимали. Так это вообще просто сказка. Но сейчас в очень сложной ситуации находится триггерка команда Аврора Гейминг. Выбивание базы Б точно будет. Лаки в не самой хорошей для себя позиции. Замечает первого, замечает второго, но не справляется со вторым. По итогу ДК. Лаки, Резалт, попытка сейчас на центре карты под лэшку выпускать. Как раз таки именно Резалта. Что это дело будет делать? Как раз таки Лаки, ну и Контакт, Сенс, минус по Норви, Декона, Размени, Джек М, открытие. Не справляется с Резалтом. А тут, как бы, и 4 в 3. Но в это время выход на точку. А вот коллектив Атаки, Лаки, минус раз, минус раз, туда его. Просто Винчестер направо и налево, вообще без шансов. Ну да, окей, как они-то так. Ну ладно уж, забери хотя бы так, чтобы не с пустыми руками уходил с того раунда. Я не знаю, что же мы смотрим-то такое. У нас, ребят, давайте, может я запутался. По идее же, обычно вот если вот девайсы закуплены, они, по идее, вот же сильнее вроде, чем пистолеты. Да, а что происходит? Так, кстати, первого забирают как они-то. Второго, второго. По обоим игрокам есть информация, но она не пригодилась. Ну вроде же, ну пистолеты послабее должны быть, да. Что-то так получается, что в итоге выигрывает именно слабый бай. Уже четыре. Сейчас будет стычка под коннектором. Судя по всему, Норви пикнется. Ай-яй-яй, но его прям заставляют уже пикаться. И до свидания. Норви забрали, Резалт, Навка за это, естественно, обезглавливает. Резалт также пушит дальше под центральным позициям. Кенси сменяет павшего союзника. И очень здорово здесь сыграли комбинушку пацаны из защиты. Дропы с моста. И пацанов, которые были под коннектором, быстренько закрыли. Стико последний выживший со статистики 1.4. Ой, прошу прощения, последний там, ладно, еще GKM с двумя хп. Как-то не сразу обратил внимание, что его столб на месте с двоечкой. Но, тем не менее, шансов не очень много. Шансов крайне мало. Тут самое главное, это Резалт не подставится. Но он не подставляется, он вырубает Стико. GKM, который был в самом начале раунда с двумя процентами здоровья, остается последним председателем команды Apex. И, ну, только сейвить. Возможно, кого-то тут еще пытается подрезать. Но вряд ли кто-то подставится от команды Brora Gaming. И тем самым выход на третий раунд от них. И, наконец-то, мы видим хотя бы два раунда, но к ряду от одного из... Единственная эмочка с вторым армором. Между прочим, если что, навку переключили, то не поверите арморчик. Можно было бы сыграть. Здорово, GKM! Проклятая эмка перекочевала в руки Сенсу. Посмотрим, как у него с ней получится. Там, кстати, довольно агрессивно жмут защитники. Так что можно будет проиграть раунд вполне себе, как это часто бывает. Но здесь нет. Пока угадайка работает от Деку и намеков на проигрыш раунда не имеется. И тут, знаешь, просто как они-то попрыгал, так и вот заметил, увидел. Но еще и Кенси пытался тут так же подряд оформить враг. Но не получилось. Тем не менее, это еще один, скорее всего, для Абрура Гейминг, Стико и Навка. То есть вдвоем и Навка, и Стико забирают Лаки и Кенси. Все хорошо, понял. Еще ничего не понятно, еще ничего не решено. И если Навка еще и перестреливает резалки, то вообще все прекрасно, но не получается. Оставляет 19-хп, но Стико дорабатывает. Армора нету, есть калашиков, есть пачка, есть минус. Вот Норвий раунд для команды Абрура Гейминг. 4-2. Преимущество Апекс. Абрура Гейминг прям драться где-то на поджимах. И это правильно, с одной стороны, но это получается с таким трудом периодически. Вот, ну, как сейчас, опять, инициатива, которая инициатора очень сильно наказывает. Да, размены 3 в 3, говорю я на Стико с тем самым деглом уже забирают резалто. И вот это непреодолимое желание. Именно сражаться, не просто собрать информацию, оно приносит то, что мы видим. Здесь еще и Сент, скорее всего, убит Лаки, хотя свой шанс пока упускает. Ну, там еще и спина горит, но Лаки забирает Хиро, забирает 2-го. Он понимает, что находится где-то еще и Стико, который забирал, если не ошибаюсь, у нас как раз такие Нюкинси на воде. Ну, и по итогу 2 в 1 Стико с деглом на руках. Есть Кольт в распоряжении, но почему-то отыгрывает именно с пистолетом, забирает Лаки. 11 хп, 1 в 1 против Деку. Взять 5 секунд времени и Деку все-таки ставит точку. Немножко со грехами, но красиво. Согласен, когда есть динамика, да и наблюдать поприятнее. И в целом, знаешь, ну, я тоже очень рад. Ну, и с учетом того, что я еще и небольшой фанат команды Аврора. Я рад. Выдвойнее Лаки, двоих в линейку собирает минус раз, минус два, на 10 хп уходит. Далеко-далеко на центр карты. Есть заветное преимущество для команды Аврора Гейм. Там еще и Стико сгревая отрезал. Не ситуации 2 в 5. И спрятал для команды Апекс. Да, сейчас это был такой больше полтора кабай с одним Галилом на руках у Навка. Вот Аврора тут очень важно не подставиться и не погибнуть. Дека минус по Навку Сенс на размене. Ну, вроде бы смертью одного как бы окей. Но вот тут дальше самое главное все-таки не стоит подставляться. Потому что экономика пока что еще не наработалась на тот самый, знаешь, момент, когда можно идти в раунд раздраунд пушить. Но, тем не менее, вообще никак это не мешает команде Аврора. То есть, самое грейсис Б-мейна, который неоднократно показывает команда Аврора. И вот даже прямо сейчас и все-таки вот они дожидаются. Как раз-таки тот сам момент для нас, Влад, чтобы посмотреть за хорошим раундом команду Апекс. Выход, скорее всего, будет под базу Б. Перетягивается результат. Но в это время остается без контроля центра карты. Лаки и Дека на поджиме коннектора. Лаки страдает. Но жизнью Дека все-таки перестреливает. Какая они-то? Три в два? У Резолта была история. На какой карте они играли-то там? Ладно, неважно. У него тогда получилось, наоборот. Это был уверпасс. Во. Была ситуация два в четыре. Резолт сделал три килла. И Дека, по-моему, доиграл. Савиком раунд важный был. Они тогда в защите играли. Сейчас у Резолта была возможность повторить очень крутой момент с прошлой битвы. Проистое оппонента. Но он не сделал ни одного килла. Поэтому у Лаки тут шансов не имеется. Фраг будет? Не будет. Ну, тут еще позиции. Ничего не мешает потащить экономический раунд с недефолтным пистолетом. Там Резолт и Джекем просто смотрят на друга. Искра, буря, безумие, победа. Перестрелки. Крас-таки отрезал. Там Лаки шикарные позиции. Переиграл и уничтожил еще и Навка. Калашников подбери. Тиммейт я все тебе принесу для того, чтобы ты стрелял и сбирал своих оппонентов. Ну, действительно действовать с П-250 без армора. Это, конечно, дело максимально неблагородное. Но два калаша для защиты. Почему бы и... Нет, выдается выпадить сейчас стико, дека, дека. Очень сильно рискует. Ну, если хотя бы фраг дает, то это уже очень неплохо из такой вот позиции. Если опомнит что-то больше, то это будет вообще прекрасно забирать стико. 12 кп открыть еще и на Коконита ее оставляет ему 19% здоровья. Там еще и позиция сенсы, если не ошибаюсь, становится известной команде Аврора Гейминг. И примерно весь расклад на этот раунд также в их пользу приобретает прям хорошими, хорошими игроками. Оставьте в этой позиции. Да, доиграть. Как раз, если бы дыма не было, он бы там бы и сидел. Пачку пока фейкует сенс, но 11 кп должен, по идее, это дело проигрывать. Но моментик был вести ориен. С этого с потерями. Громочки здоровья не справляются кенси. Это очень большая проблема может быть. Дека, правда, отыгрывает пока на 100%, почти на 150. Но все-таки не хватает на еще один килл, поэтому расстается жизнь, теряет уца Мэрик. Может быть, кому-то из атаки пригодится больше. Также высыпаются еще Барни. Лаки забрали. Остаются вдвоем здесь Аврора Гейминг. Вероятно, четвертый. Они вынуждены будут предоставить своему противнику. Там, знаешь, так, авик только что дрогнулся из-под хаешки. И дал, так сказать, там, понять, что ребята из команды Аврора Гейминг точно будут уходить на сейф. Ну, Найс Трай, приемка базы Б, не самая прекрасная была сейчас коллектива Аврора Гейминг. Там еще и Резал погибает от рук Сенса. И такое чувство пациентов. Ну и Стика будет пытаться сейчас дожать последнего выжившего игрока команды Аврора Гейминга. Именно Норвии, тот погибает. Это четвертый для Апекс. И все, Аврора без денег. Но здесь кто знает, что будет. Возможно, семи не хватит. Будем разбираться вместе с вами. Понятное дело, у нас еще половина закончена. Кто ожидает, что сейчас восьмой будет? Да, кто угодно. Правильно, деку заберет, как они. То есть два, ладно, три размера ответных. И вот тут уже посложнее будет затащить очередную раунд, не добавим. Оказалось, что вроде бы началось. Знаешь, что самое интересное, как обычно, нам и показывала команда Аврора Гейминга в раунде. Это какие-то быстрые, нереальные выходы убийства с ПЭКС, ПЭШИКС. Всего что угодно, но не с Кольта и не с АВП. Но по итогу, по итогу все-таки сумели сейчас вырулить из этого крутого опеки. Играть команда АПЕКС Кенси забирает стика. Но и два в один ситуации. Нет здоровья, нет тиммитов, нет. Так что можно просто уже было доиграть. Но все-таки делает он это гораздо более аккуратно, чем я ожидал. Да. Доходит на свои погибели. Но врываемся, конечно. Не надо задумываться. Но это, конечно же, шуточки-шутейки. Навк справляется? Нет, не справляется все-таки с оппонентом. Так его переехал. Но есть еще два его тиммейта. Пачку дадут установить. Там не выбить уже. Да, но очень много урона в боди для Норви наносится. Стико переезжает Кенси. Но два. Пока еще уже три. Ладно, минуса практически без ответа. Один единственный потерянный Кенси. Это, знаете, не расплата за мертвых тиммейтов. Вот это уже другой разговор. Орджи Кэйм справляется с Лакью. Уничтожает Норви. И ситуация обостряется. Два красных оппонента для него в упоре. Но все-таки ни одного из них. Он не на коннектор. Но при этом они центр отпустили. Да, вот это вот неприятно. И через камеру, возможно, сейчас как раз таки играет команда Аврора Гейминг. Ну и одна из ключевых перестрелок это Дека. Прочко Канита. И Декость не справляется. Есть поджим. Есть как раз и сейчас понимание для команды Аврора Гейминг, что пошел поджим точки АБ в исполнении защиты. Истика еще и Резалта перестрелок на 3 хп остается жив. Но тут засада от команды АПЕКС, Норви, Минрас, на джекам и Нафк. Моментально отвечают. Последний кейсер представители команды Аврора Гейминг вырубает. Джек АМА 1 в 3. Ну, с 17 хп. Без шансов минус. Нафка 9-6. С потерей стика и джекам А команда АПЕКС берет для себя первый раунд. И с уверенностью можно сказать, что ребята точно готовы. Но тут летят игроки команды Аврора. АПЕКС выгоняет стика. Резалт. Ну, кстати, с позиции резалт тут точно не уйдет. Погибает этот раунд стика и джекам АМА. А, и все? А, там лагерь. Там центр, да. Там пацаны, я думаю, хотели сплетануть АН, но с мэна вообще не получилось. И в итоге за ними остается только тот самый центр. И на мэне уже, наоборот, меньше людей. И в итоге они продолжают первую же идею. Но она не получается. Не получается ни у кого вообще. Вот Кенси наконец-то находит хорошие новости. Вместе с Деку в спину сейчас выйдет Сэнс. А он отъезжает. Деку выживает. Правда, здоровья остается очень мало. Пачка будет установлена. И это уже, ну, почти хороший раунд для Аврора Гейминг. Если только довести его до победного. А до победного должен доводить соло Кенси. Ну, как минимум по позиции Навка. Точность информация. Я думаю, тут и Кенси должен догадаться. Здесь находится еще и Канита. Ну и открытие под Канита. Один в один Кенси против Навка. И времени все меньше и меньше. Щипцы отсутствуют. Отсутствует Кенси. Как он крутит. Как он вертит. И выиграет напрямую перестрелку. Он выигрывает ее. Забрав Навка. Десятый раунд для команды Аброра Гейминг. Там сколько? Два в пять? Два в четыре? Что вообще произошло? Ну, там хорошая позиция, да. С этим дробовичком можно многое сделать. Сенс уже с тиммейтом промутился с мейна. Так, увидал. Но это было последнее, что он заметил. Норвия отправляет его отдыхать и смотреть за тиммейтами. Уже без возможности что-то исправить. Правда, после этого и сам ровно тем же самым занимается. Ну, пока что серия разменов, по итогу которой все-таки в большинстве, если именно по проценту здоровья, выходит команда. Как раз таки Аброра Гейминг и Кэнси как же сейчас шикарно заходит. Но Дека просто вырубает. Как они-то тут будто... Ну, просто будто проспал свой звездный момент. Ну и нужно заносить как раз таки пачку по точку Б. ДжКМ. Вроде бы всю эту движуху слышит, но Лаки прикрывает тиммейта. Минус по ДжКМу. Сейчас еще и можно стик подрезать. Ногу видит, но не доводит. Но 3 в 2 пока что все так же неплохо складывается для команды. Аброра Гейминг, понимаете, находится еще и нав. Поешка под ноги. Вырубает Абакенси. Последний стик на 14% здоровья. Один в 3 ситуации. Тут только сэйвить Фомасы. Первый. Армор 11-6. Но это не просто 11, это походу 12-6 уже. Ну, кстати, да. Без денег дальше... Ну, это опять же в нашей вселенной. Там к этой встрече всякое происходит. Но по идее, да, вроде как должно быть 12-6. И вот с 12-6 мы видели с 12-7 камбэк, да? С 12-6 не видели. Ну, ладно, еще нужно до этих цифрок добраться обеим командам. Мало ли что произойдет с Тико. Ну, вот это вот король пряток. Вот в детстве побеждал всегда. Ну, сколько мог ждал, сколько мог халдел. Он, конечно, 7, правда, здесь 12-6. Что ж, наблюдаем, друзья, там, как они. То есть Тико по фрагу. Вот вам и история. Да, возможно, повторяется. Правда, есть ответочка от Норвия. Выход с коннектора неудачный. Сенс вот все сделает лишь бы подобрать себе калаш. Все-таки рисковал здесь, но руки его себе перенял. И Норвия остается по итогу последним. Пачка, в принципе, почти под контролем. До нее рукой подать, но 3 живых противника и 0 тиммейтов. Да, и информации не прям так, чтобы много. Понимаем только о том, что два игрока защиты точно находятся под БЦБ. Но позиция эссенция сейчас максимально перспективная. Ну, на фраг 100%. Там еще и авик для Навка под точкой А. Ну, и принимается решение Норвия все-таки засейвить свой автомат Калашникова. И если это будет счет 12-7, то что-то мне подсказывает, что мы можем с тобой и 12-16 увидеть. Но я не думаю, что коллектив Аврора Гейминг до такого все-таки доведут. Хотя, опять же, да, может случиться все, что угодно. Но, может быть, и прямо сейчас Норвия нам покажет какой-то шикарнейший клатч. Один против троих замечает Сенсор. Легчайший фраг сейчас от игрока. Команда Аврора Гейминг. Но есть авик, есть намек на то, что мы с тобой увидим. Сейв девайса. Типа не себе и, значит, никому. Нет, играем. Все, доигрались. Ну, все, да. Только Калаш переносит. Прям много. Лаки тоже пострадал. То есть, нормально. Центр за собой они застолбили. Что делают не первый раз. То есть, за центр парни из Аврора прям дерутся частенько. Вопрос, как они будут в этот раз его использовать. И в этот раз они хотят сплетануть точку бетом. Ой, как они-то! Что он там сделал? Навка вообще в спину. Должны, по идее, забрать тот самый месье. Кто там? Лаки крадется в спину. Но все это время он может миллион килов сделать. Делай два! Отличная работа от него. В коннекторе остается еще один игрок. И он перестреляет там. Да, да, перестрелял. Как они-то резал. Ты еще забрал. Стику что? Не переворачивают. Боже мой. Джей КМ. Последний. Против трей. Гага.